Доброе утро! Говорит и показывает Афонтова, между прочим. Вообще, самый лучший телеканал, это тот, где я работаю. Понятно? Вот. И начнем мы сегодня с Флоксом, любимые и дорогие мои. Ой, вы все такие молодцы, смотрела я на вас на ярмарках. И просто сердце у меня радовалось, сколько вы покупаете цветов. Ну просто, правда, душа пела от этого. Вот это Флоксы. И каждая дачница ищет какой-то необыкновенный и находит его. Боже мой, Катерина, Александра, ой, профессор Вент, ой, вечерняя песня. Названия такие, что с ума можно сойти. Вероника Паниклая. Да это просто не душу греет, это просто, знаете, расслабляет, релаксация просто. Так вот, вот эти все Флоксы, вы молодцы, что покупаете их так много. Конечно, это цветущий сад. Но посадка! Вот некоторые из вас еще наивно полагают, что выкопав вот такую вот луночку, можно заткнуть туда вот такое корневище. Девочки, посадка у Флоксов на глубину 30 сантиметров. Вот тут вот в глубине 30 сантиметров у вас должно лежать удобрение соответственное. Лучше, если это цветочное, полное, комплексное. Есть такое под торговыми марками, есть полное и комплексное удобрение. Не могу сказать, реклама будет. Ну, главное, полное, комплексное, цветочное удобрение. Насыпали туда примерно пару столовых ложек, закрыли, перемешали землей, закрыли вот таким слоем земли. Вот лунка, перемешали, закройте слоем земли. Поставьте корневище Флокса. У вас уже глубина осталась на штык лопаты. Это правильно. А знаете почему? Да потому что сейчас начнутся дожди. И если мелко посаженный Флокс намокнет, как только ударит мороз, его оттуда, именно в этом месте, выпрет просто и разорвет корневище. И погибнет ваш Флокс. Глубина посадки не менее 25 сантиметров. Потому что 5 у нас там удобрение. Запомнили? Молодцы. Посмотрите, какие цвета изумительные. А этот какой, боже мой, как будто в горошек платится. Ой, я могу восторгаться просто бесконечно. Я не об этом. Вы когда высадите Флоксы, вы что должны сделать? Правильно. Обрезать цветущую часть. Убрать ее. Она здесь не нужна. Прямо вот возьмите и отломите. Но отламывая цветущую часть, вы должны помнить, что листья, как бы они плохо не выглядели, надо сохранить обязательно. То есть вот она. Вот это не цветущий побег, да? Но зеленая масса будет работать на восстановление корней. Уже же осень у нас, понимаете? И, конечно, жалко. Ну, так красиво. Жалко. Нет, никаких жалко. Нужно обязательно отрезать все цветоносы. Нравится вам это или не нравится. Вот такой смелой рукой все отламываем. Вот такой остался цветок. Да, очень красиво. Ну, цветок. А этот-то какой. Посмотрите. С ума сойти можно. Просто суперский. И если вы не сделаете того, что я говорю, ну, боюсь, что весной вы вряд ли что там хорошее увидите. Вырастет в один хвостик. В один. И вряд ли расцветет. Поэтому убрать обязательно цветоносы. Дайте растению возможность хорошо поесть, напиться, расправить корни, образовать новые. И весной это все выйдет. Сказать, кстати, вот такие неразвившиеся побеги, да, их можно укоротить. Смотрите, смотрите, обламываю. И что это у нас, девочки? Правильно, черенки. Очень просто. Раз, убираем. Смотрите, делайте все правильно. Раз, раз. Вот так. Видите? А теперь у нас черенок будет. Хотите, чтобы у вас был куст? Значит, еще одну пару. У флокса попарные листья. Видите? Получилось раз, два, три, четыре. Место, откуда выйдет корневая система для начала. А потом родятся почки. И у вас уже четыре побега будет. Не факт, что, может быть, их и больше будет. Здесь срез должен быть таким вертикальным. Вот так вот. А эти листики раз, два. Черенок к посадке готов. Садить вот так. Пролить. Такое место, чтобы не было жаркого солнца. И все-то у вас получится. Но я бы даже и из этого еще сделала. Здесь, к сожалению, конечно, только у этих листьев корневая система разовьется. Ну и что? А мы отрежем и сделаем маленький черенок. Чуть-чуть укоротим их. Чуть-чуть. Я волшебница. Да? Я хочу очень помочь вам, чтобы у вас все цвело и плодоносило. Ну, а на этом на сегодня все. Всего доброго и до свидания. Всегда ваша тетя Таня. Субтитры сделал DimaTorzok